всем 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 доброе утро у нас понедельник и я иду на работу сашенька повез всех садик в школу детки тоже пошли учиться заниматься так приехали мы домой сейчас быстро хочу показать вам нашу закупочку мы закупились на 75 евро сейчас покажу что купили так пила я картошку картошка я не помню сколько стоит сейчас посмотрю и скажу точно сколько стоит картошка так картошка 4 килограмма стоит 1 евро 19 центов дальше 69 центов стоит мука здесь ровно два килограмма xxl дальше 85 центов стоит сэндвич далее евро 19 тут яйца я взяла и две упаковки потом вот такая вот стоит по-моему евро чем-то это соус ванильный его нужно варить здесь три пакетика дальше желатин желатин сейчас скажу сколько стоит не вижу сколько стоит желатин ну что-то тоже до евро дальше купила вот такой вот шоколад милку такой 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 вот каждая плитка 69 центов евро 59 стоит масло сливочное 3 взяла упаковки потом взяла мед то 2 евро 49 центов дальше пила дрожжи дрожжи сколько стоит я скажу так не вижу как отручил так дрожжи 59 центов стоит дальше 35 центов вот такую вот такую вот колбасу 99 центов вот это евро 19 вот дальше бананы евро 15 за килограмм я купила две связки потом шлагзаны вот эти 199 центов вот их три штуки я взяла три штуки по 69 центов эти тоже 69 центов ferrera rocher вот такую вот это на торте взяла она стоит 2 евро 22 цента потом заны кварк что-то он такой дорогой был 88 по моему что-то я не помню я не взяла чек 88 раньше 69 79 молочка вся подорожала и маскарпоне тоже 299 500 грамм я взяла две упаковки и взяла детям делать вафли и вафельницу 12 евро 99 центов стоит она три года гарантия где-то надо чек найти где-то я его бросила вот вот такая вот в принципе у нас закупочка сегодня я еще хочу сделать торт вот так что вчера я вам говорила ставьте пальчики вверх кому интересно спечь мне торт или не спечь так вот буду сегодня печь торт будет в конце видео так что кому будет не интересно торт можете видео прервать вот кому интересно можете посмотреть ну и конечно я еще хочу сделать сегодня вафли детям и тоже покажу рецепт я пришла только-только домой время сейчас у нас 15 6 это я пришла только с работы можно так сказать с 8 утра сегодня работала до двух часов вообще должна была до пол первого но так как у нас будут выходные время у меня поменялось я работаю сейчас намного дольше чем работала до этого так что два часа я вышла подъехал за мной учитель по вождению и мы поехали с ним ездить вот потом я приехала через два часа домой и мы поехали сразу забирать климашку с хорта климашку с хортом и забрали и поехали вот закупаться и только сейчас мы зашли домой завтра будет в принципе та же самая песня только завтра я буду работать не с 8 7 и не до двух а до трех потом в три часа за мной заедет мой учитель по вождению и мы опять поедем на два часа с ним ездить вот и приеду домой я где-то часов 5 тоже начало 6 времени снимать видео вообще не остается вот так что буду сейчас быстро кушать это вот считаю 6 часов мой обед мой обед а потом будут заниматься делами да кстати пришла я домой и обнаружила вот такую вот дома открыточку это от моей подписчицы огромное огромное тебе спасибо за такие классные слова такие классные пожелания тебя особенно тоже с наступающим ну конечно всех 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 кто меня смотрит всех наступающим вами вот эту открыточку я положу в альбомчик буду хоронить годами и буду вспоминать можно таки сказать нашу гонку да вот но она меня поймет вот так что видимся чуть позже так ну что начнем готовить наш медовый торт для этого нам понадобится яйца сода масло сливочное мед сахар и мука так ну начнем мы с меда мед лужит все по-разному можете положить стакан можете положить две-три столовые ложки в принципе без разницы если положите стакан то конечно будет очень очень прям отдавать медом я раньше так и делала сейчас я уже три столовые ложки мне в принципе этого хватает что так и так стакан можете значит прям медом хорошо отдает три столовые ложки тоже чувствуется мед но не так сильно вот нам надо будет положить в кастрюльку три столовых я сейчас делаю три стола три столовые ложки меда туда же мы сыпем один стакан сахара и туда же мы где-то где 250 грамм где-то 200 грамм сливочного масла тоже туда ложим вот примерно так у меня получилось все я сюда заложила сейчас любители русского языка меня исправлять не ложить а класть это я все знаю но думаю что того как я говорю торт лучше или хуже не станет сейчас все это мы ставим на водяную баню и нам нужно чтобы все стало однородной массы и потом скажу что будем делать дальше так ну что идем дальше мне сейчас нужно будет венчиком взбить трица дело уже перчатки так как буду сейчас замешивать тесто сейчас я это все взобью это нужно будет нам в тесто добавить наша смесь стоит сейчас на водяной бане топится я периодически помешиваю чтоб сахар знаете не пригорел я думаю хватит так и что мы делаем сейчас берем чайную ложку соды и нам нужно будет добавить нашу смесь на водяной бане ровно одну чайную ложечку у меня все забрызгала здесь вот добавляю и все это перемешиваю и должно подняться в два раза вы сразу увидите что ваша смесь начнет подниматься белеть надо хорошо разбить соду и как только она поднимется в два раза немножечко еще может быть секунд 30 мы поварим и снимаем с огня выливаем туда наши яйца и замешиваем тесто сейчас должна уже потихоньку подниматься до изобейка вот примерно вот так вот видите поднялось и сейчас будем замешивать наше тесто так ну все тесто я замесила сейчас я тесто положу пакет прям в этот раз что-то много тесто так получилось больше чем в прошлый раз положу в пакет чтобы она мне не высохла потому как она еще теплая вообще тесто нужно разделить на 15 частей но в этот раз я что-то думаю что не будет не 15 и все 20 и будем каждый корж раскатывать и выпекать при температуре 180 200 градусов я когда ставлю 180 когда 200 градусов и надо поглядывать у кого как печет духовка получается где-то минуту-две выпекается может 3 выпекается всегда поглядывайте как только стало чуть-чуть золотистого цвета можно уже в принципе вытаскивать если цвет уже коричневого то может быть такая опасность что когда вы будете кушать например все цвета золотого до коржи один попадется коричневого цвета и может быть он потом быть горьким я когда только начинала печь медовый корж у меня торт у меня так один раз случилось что один корж я подумала ай ладно ничего страшного нормальный но у меня вот получилось почему-то так он давал горечь и приходилось постоянно его оттуда доставать так что все убираю не буду больше мучить это тесто убираю его в пакет так ну примерно вот так вот с добавлением муки мы сейчас будем раскатывать наш корж так сейчас буду делать я кремушек коржи испекла последний корж у меня сломался не смогла его перенести ну да ладно все равно не мы так замаскируем что ничего видно не будет у меня как обычно когда начинаю что-то снимать у меня что-то бывает не получается ломается ну так бывает вот нам нужно будет маскарпоне 500 грамм и 600 миллилитров сливок 30 процентной жирности также нам понадобится загуститель сливок одну пачку на баночку и получается нам нужно будет сахара ну примерно стакан я так думаю даже может быть чуть меньше вот те кто не хочет брать и для тех кто дорого брать маскарпоне если сливки можно взять сметану сметану где-то килограмм и сахара тоже где-то один стакан но пробуя с сахаром и попробовала с маскарпоне со сливками мне понравилось больше конечно с маскарпоне и сливками нежели со сметану со сметаной тоже очень вкусно так ну все сливки мы сюда вылили загуститель сливок тоже высыпали и я знаете я передумала я наверное заменю сахар на сахарную пудру потому что сахаром очень долго вбивать я переживаю что вдруг не растворится сахар сахарная пудра как раз она растворится и будет все нормально здесь у меня в пачке 250 грамм я высыплю ее полностью но сначала мы взбиваем наши сливки смотрите не перебейте потому что если перебьете отделиться вода до от масс масла можно так сказать вот и полу уже ничего не получится так что взбиваем сначала сливки потом добавляем маскарпоне и сахарную пудру одновременно и потом до взбиваем так ну что крем у меня готов мой вот он получился и сейчас буду собирать торт но я вот так вот мажу и сверху уже буду ложить корж и прям тут буду вырезать и вложить смазывает ложить смазывать и потом покажу что у меня получилось так ну что очередной медовый торт готов вот он такой большой получился высокий достаточно вот если вот так вот да посмотри достаточно высокий у меня еще как обычно осталось лишнее коржи сейчас это все разломаю с прошлого торта у меня здесь лежит тут еще печеньки который мы пекли с детьми я кто сейчас разломаю уберу в пакет и может быть даже сделаю с них потом картошку пирожная картошка как вы знаете что пирожная картошка делается с остатков до с остатков бисквитов и думаю что тоже сделаю завтра конечно уже буду делать и вафли уже не сегодня потому как уже пол одиннадцатого пока я возилась с тортом дети уже уснули и завтра к 7 утра на работу почему я делала этот торт я это тоже делала на работу потому как каждый не знаю каждый второй наверное постоянно что-то приносит на работу угощает какими-то сладостями какими-то шоколадками конфетами кто-то даже пек пирог тоже я хотела бы попробовать его чуть позже сделать вот но я тоже решил не ходить не покупать эти сладости а решил оспечь медовый торт вот и угостить всех коллег по работе и посмотрим завтра как попробуют что скажут потом уже вечером завтра вам расскажу так что всем спокойной ночи увидимся завтра